А вот что касается Минского процесса, я пытался понять, что объединяет участников, и, наверное, большинство склоняется к тому, что Минский процесс умирает, неэффективен еще как-то. Кстати, так мы говорим уже два года. Я заменил, что если в этой аудитории сказать, например, что не пяди земли и Минский процесс предательства, я получу аплодисменты. Два года. Если умирает, то что рождается? Меня это тревожит больше. Я хочу ответить тем языком, который предложил Ольга Богомолец, намеком. Пусть то, что я скажу, будет намеком. Умирание Минского процесса на фоне принятия решений украинского парламента и непризнания Государственной Думы, а значит, наверное, и будущего правительства Российской Федерации. Еще много чего, что нам придется не признавать. Фактического подрыва нормандского формата. Об этом говорят дипломаты, не я, я просто их внимательно читаю. Скептическое отношение к Украине уже и лидеров тех стран, которые столько усилий потратили, включая санкции Франции, Германии, которые вынуждены готовиться к своим выборам, так и не получив достойных результатов в украинском вопросе. Сложнейшая ситуация на Донбассе. Ведь кроме жертв, там еще есть проблема гуманитарная, есть проблема голода, холода и очень сложной зимы. Как, кстати, для Украины в целом, так и для Донбасса. Это будет самая сложная зима на Донбассе. В сложном положении властей и в Ордло, и мы каждый день встречаем информацию о переворотах, конкуренции, смещении, но такая же сложная ситуация в Киеве. Нижайший уровень доверия власти. Сегодня очередной съезд очередной националистической партии. Рост протестных настроений населения. И это все сходится в одну точку. Сегодня, сейчас, в этой стране. Я уже не трогаю вопрос Алеппо, потому что мы входим еще в полосу холодной войны, которая, если уж начнется, даже в имитации между Россией и Западом, то частью этой войны будет Украина уже по факту.